Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и сегодня совершается память сорока мучеников в озере Севастийском у мученных. И сегодня совершается литургия прежде священных даров, и сегодня за богослужением читаются отрывки из Нового Завета. И в том числе сегодня за богослужением будет читаться отрывок из 12 главы послания святого апостола Павла к евреям, стихи с первого по десятый. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления и воссел одеснуя престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу, духов, чтобы жить, те наказывали нас по своему произволу, для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участи в святости Его». Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня в День памяти 40 севастийских мучеников читаем с вами отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Глава 12, первые 10 стихов. Сегодняшний отрывок повествует нам о том, что жизнь христиан не лишена скорбей. И порой христиане должны претерпеть страдания и мучения за Христа. Но сделать это так же, как и сделал это Христос. И в этом смысле мы следуем за Христом, и Церковь всегда показывает пример такого следования. И в сегодняшний день, как раз таки, в День памяти 40 севастийских мучеников, которые засвидетельствовали своим подвигом, своим мученичеством, верность Христу, свою веру, живую веру. Очень символично, что именно этот отрывок читается сегодня за богослужением. Итак, мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Какое облако свидетелей? В 11 главе, в конце 11 главы, как раз таки говорится о тех ветхозаветных праведниках, которые ожидали пришествия Господня, и которые своей проповедью, своими делами, своим мученическим подвигом в том числе, скажем так, приближали это пришествие Господне. И они засвидетельствовали нам о будущем Мессии. Посему и мы, имея как раз таки такое облако свидетелей, а мы сегодня, в 21 веке, имеем облако свидетелей Нового Завета, мы имеем и 40 севастийских мучеников, и мучеников в протяжении вот этих двух тысячелетий, и мучеников и исповедников Церкви Русской 20 века, мы имеем вокруг себя облако таких свидетелей. Так свергнем в себя всякое бремя, и запоминающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще. Действительно, мы не должны здесь смущаться тем, что христиане претерпевают страдания и гонения. Так было, есть, и, к сожалению, будет, мы от этого никуда не сможем деться, но мы имеем облако свидетелей, которые засвидетельствовали нам веру во Христа, верность Ему, даже своей мученической кончиной. Соответственно, запоминающий на грех, мы сбросим себе всякое бремя, всякое малодушие, всякое смущение, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще. Терпение в данном контексте — это не пассивное ничего не делание. Это активное преодоление этих трудностей с верой и надеждой. Должны мы это делать, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Мы должны смотреть на подвид Господа нашего Иисуса Христа, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по страмлению, и воссел одесную престолы Божия. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Нам кажется порой в жизни, что мы несправедливо страдаем, что мера нашего бедствия переполнила все чаши. Но вспомним о той несправедливости, которую претерпел над собой Господь наш Иисус Христос, который действительно не заслуживал ни йоты, ни доли тех страданий, тех мучений, которые на него излились, но в то же время который со смирением их воспринял, эту несправедливость, и он ее своим воскресением преодолел. Несправедливость будет присутствовать в этом мире, и нам нужно принять как данность, что это часть этого греховного падшего мира, что, к сожалению, мы не сможем искоренить ее своими человеческими средствами, никакими социальными реформами, социально-экономическими реформами. Мы уже проводили такой кровавый эксперимент в нашем Отечестве. Мы знаем, революция всегда топит людей в крови, прежде всего. Простых людей, ради которых, в кавычках, и делаются все эти изменения. Но мы преодолеваем эту несправедливость внутри себя, верностью Христу, с Его благодатной помощью. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Действительно, нам часто кажется, и мы, одурманенные гуманизмом 18-19 веков, думаем, что человек, как некая категория, полностью должен лишиться вот этого внешнего давления, неких страданий на пути к истине. И мы говорим о том, что Бог не наказует. Бог, Он всегда оправдывает, Он любящий. И когда мы сталкиваемся с несправедливостью этого мира, нам кажется, что Бог нас оставил, Бог нас покинул. Когда, что называется, идут против шерсти наше начальство, обстоятельства жизни и так далее. Нам кажется, что все не так, что должно быть не так. Если Бог есть, то должно быть не так. И мы забываем о том, что Бог еще и мзда-воздаятель. Бог праведный судья. И кого любит Бог, того наказует. Очень часто мы забываем эту истину Священного Писания. Она, конечно же, очень порой смущает кого-то. Но здесь мы должны просто пред всемогущим Господом преклонить свои головы и понимать, что Господь никогда не даст нам испытания не по силам. И всегда Его благодатная помощь будет с нами, если мы будем претерпевать эти несправедливости, этой скорби с упованием на Господа. Поэтому все наши испытания направлены во благо нам, и мы можем их пройти. Но только если отвергнем свое малодушие и маловерие. Поэтому уповайте на Господа, не унывайте, и имея такое облако свидетелей правды Божьей, совершайте дело своего спасения в страхе Божьем. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры, и не унывать. Молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе. И до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое при высшем небес. Субтитры создавал DimaTorzok